Ну а вот на своем уровне, где вы ходите в школу, ваши друзья, что вот вас там расстраивает? Ну могу сказать насчет, во-первых, молодежи, не все как бы адекватные. У меня есть друг, он из Казахстана, вот он правильный человек, подпиши от тех людей, которые есть в России. Ну а конкретный пример можно? Вы про разговоры, что в разговоре люди проявляют недокладность? Или просто даже вот поведение на улице, или там в грубости по отношению к животным, или там какое-то притеснение? Что вот вас так... Вам никто не мешает жить своей жизнью, в своей скорлупе? Ну в целом, они в принципе как-то, не могу сказать даже. А что вы ожидали от русских, когда родились? Вот вы родились, вы живете, вы же не можете сравнить жизнь там с Данией, например? Почему у вас ожидания такие, которые уже не оправдались в 15 лет? Мне просто некомфортно жить здесь, я осознаю, как есть на самом деле, и как смотрят на это все люди. А какой стране вы мечтаете? Там бывает приходят россияне, ну молодежь, Южная Корея. Вас привлекает Япония, Южная Корея или Запад? Я бы хотела на самом деле жить либо в Норвегии, либо в Швеции. Также я не против жить в Украине, но этого, понятное дело, не будет, как бы. Потому что мне, в принципе, нравится Украина как и исторически, как и природа ее, в принципе. Украинцы, если вы будете с ними общаться на вот такие темы, они вас не оттолкнут. Ну, просто как бы не бойтесь разговаривать то, что вот вы сейчас сказали мне. Не бойтесь украинцев. Они хорошо видят адекватность. И я не говорю, что они вас пригласят и там будут общаться как с членом семьи, но они будут благодарны вам за то, что вы остались человеком, находясь внутри такой вот клоаки. Так что вы не бойтесь украинцев. Ну, хорошо, я желаю... Я желаю вам выехать, это сто процентов, чтобы сохранить себя и ваши дети, чтобы были свободными. Спасибо вам огромное. Да. Как вас звать? Здравствуйте еще раз. Как вас звать еще раз? Я Ксения. Ксения меня зовут. Можете-ка, Ксения, обращаться ко мне? Окей, Ксения. И вам 15, как вот девушка перед вами была? Нет, мне 16 лет в данный момент. Ну, вот если бы вы сейчас с ней вот общались в прямом эфире, что бы вы сказали? Вот она сказала, мне некомфортно жить. Я хочу уехать. Для вас это удивление, что люди хотят вот рядом с вами, им некомфортно жить в такой России. Они уезжают из России, потому что Россия такая, а не потому что Россия, ну, там, не знаю, березки-не березки и воздух-не воздух. Ей придется выучить другой язык, ей придется пройти через какую-то ломку себя, чтобы перестать быть, кем она есть, и стать норвежской, норвежанкой, как сказать, жителей Норвегии. Это тяжелый процесс, это перерождение, это как, ну, поменять имя, потому что имя ее будет звучать по-другому. Ив, может быть, не Ева, Ив. Понимаете, там все будет другое. Вот почему она уезжает, вы подумали? Ну, вот я подумала, я решила то, что она просто хочет кинуть свою родину. Вот я... Она не думает, что кидает родину, она уезжает потому что... Я же у нее спросила, есть ли у нее розовые очки, что родина когда-нибудь очистится и будет какой-нибудь новый президент. И она вернется. Она уезжает не потому, что она сейчас обижена Путина. Все, что она нашла в России прекрасно, это был Чайковский. И Чайковский это запорожский казах, чайка. Он даже не русский. Я сказала, в Россию приезжали датчане, поляки, норвежцы, австрийцы. И потому что там платил царь деньги. Вот они просто на работу, на заработки ехали. Но они не являлись частью российской культуры. Она не кидает родину, она в ней родилась, потому что, ну, вы же не можете сперму... Ну, кто где к трахается и рожает, вы этим не управляете. Но вы управляете своей жизнью с момента достижения совершеннолетия, правильно? Родина выбирается с момента совершеннолетия. Они от того момента, где потрахались ваши родители. Это смешно, говоришь, что мои родители... Но мне это не важно. Хорошо, Путина, я вам сказала, что у вас есть чаты, где вот вам можно общаться вот таким вот людям, которые не понимают, о чем я говорю. Вы же не обязаны приходить сюда и говорить о взрослой седе. Вы можете просто вот этими нюшечками, няшечками общаться насчет Путина. И у вас будет свой чат. Зачем вы ко мне пришли второй раз? Вы же не понимаете, о чем я говорю. Я хотела вам свою историю рассказать. А, окей. У меня мама, она берет из детского дома украинских детей. И она использует их в качестве работы. Компоты, кровь, из мяса варю борщ, холодец. Пирожки. Самый любимый пирожки. Ты мне пирожки послала из русских владельцев. Да, ну, чтобы честно, из ваших детей дуло ино получается. Знаешь, потому что батьки генетично, ну, просто это створили из говна и палок. И тому воно не дуже смачное, тому я гадую и свиней, и собак имя. Тебе моя ответственность задовольнила? Ну, ты сейчас скажешь, я вас не зрозумела. Да, да. Путина, ну, давайте я вас спущу, Ева. Эта тема какая-то вот совершенно, вот, ну, вы вообще не совпали со мной ни по каким вопросам. Ксения. Ну, нельзя же так не совпадать со ведущей. Вы же хотите быть со мной. Вы не можете иметь мое время и быть такой тупой. Так не получается. Ну, ну, конечно, красиво. С этим я согласна. Ну, вот просто не совпадайте ни в чем. Вы прилетаете мимо, как фанера над Парижем. Знаете такое выражение? Не, я так не летала никогда. Это опасно. Все, понятно. Или вы тролль такой, знаете. Ну, я, я... А что такое тролль? Хорошо. Все. Пожалуйста, Путина, больше не приходите ко мне. Дайте людям нормальным пообщаться, хорошо? Сифон, слушайте, вы пришли с американской Кока-Колой, на которой дрочили ваши родители. И, наверное, за бутылку Кока-Кола ваша мама дала папе, чтобы получились вы. Олег, давайте просыпаться. Давайте просыпаться. В Хакасии. В Хакасии. В Хакасии. Окей, и сколько вам лет, Олег? В 4. В 3-4. Вы Хакас? Нет, к сожалению, русский. Живите в Хакасии. Живете в Хакасии? Женат на Хакасии, да. Ну, получается, ваши дети и Хакасы уже радуются? Конечно. Уже радуются? Да. Я вот все вас слушаю, слушаю, что вы так у детей все спрашиваете. Надо же со взрослыми же общаться или с детьми. Да вы что? А вам виднее, что мне надо? Вы не слишком много до себя берете? Я вас не зашел, смотрите, учи. Я просто вот слушаю вас и смотрю. Вы хотите слышать то, что вы хотите слышать. Понимаете? Нет. Я хочу, чтобы вы поняли, что Путин убил очень много россиян. Слушайте, ну, в каждой стране президент много кого убил, правильно? Возьмем вату. Олег, вы поддерживаете спецоперацию? Ну, конечно, я поддерживаю. Я же живу в другой стране. Ну, посмотрите, если немцы жили в фашистской Германии, они что, обязаны были поддерживать Гитлера? Вы себя слышите? Если наши деды жили во время Сталина, они даже что, были поддерживать Сталина? А до этого они должны были поддерживать Ленина, а до этого они должны поддерживать Николая Второго, а до этого Александра Третьего? Ну что, вы крепостной по жизни? Вы реально крепостной? Вы реально, вот просто, ну, скажите, я, выжившая семья крепостного, вот когда было отменено крепостное право в 2021 году, в принципе, его отменили только на бумаге, потому что мы остались крепостными. Мы подходили к боярам, и говорят, бояры, что делать? А бояры, я говорю, ложиться в четверг на напорку. По четвергам, по роли, и пока боярская, как бы, блядь, не ложилась мне на жопу, я не чувствовала себя счастливым. Слушайте, ребята, я живу-то здесь и сейчас, я ж не живу во время... Я вам сказал, вы мне сказали, что я ж не могу поддерживать, потому что, если я не буду поддерживать, то да, я, потому что, блядь, я говорю, какая Родина у вас? У вас сначала цари забирали Родину, да? Теперь Путин забирает Родину, где вообще ваша Родина? Олег, вы меня сейчас, вы зачем вот разозлили? Вот вам это надо? Ну, я вас услышал, теперь послушайте, почему я-то так... Нет, нет, я не хочу услышать, вы меня разозлили. Ну, блядь, ну извините, что я вас разозлил, вы не хотите услышать, почему я прибежусь? Я хочу, чтобы вы сейчас замолчали, давайте так, мне нужна тишина молчания, тишина минуты молчания, чтобы я успокоилась. Вы меня сейчас так разозрочили, что я уже просто не знаю, что... Я сейчас вообще вас нахуй выкину, так что молчите, давайте. Пришел уебок, пришел уебок и говорит, что я живу в России, поэтому живу в России. Мой дед жил в Сталина, поддерживался в Сталина, мой прадед жил в Николая Второго, и постоянно вы все это... Вы что, а вообще, что ли, дебилы? А декабристы кого поддерживали? Знаешь, какой такой декабрист? Их вешали за то, что они не поддерживали. А этот Емельян Пугачев, Стеньк Разин, они не поддерживали. Нельзя поддерживать правительство, понимаете, нельзя. Вот те, которые не поддерживают, как раз это и есть свежая кровь нации. Борис Немцов не поддерживал, понимаете? Анна Политковская не поддерживала. Вот они были россиянками, вот они любили Россию. Те, кто не поддерживают, тут это и есть настоящие русские, понимаете? А вы, которые поддерживают, вы не русские, вы зло, понимаете? Из-за вас вся эта клака поплыла по России. Теперь никто не хочет быть ни Борисом Нельцовым, ни Политковским, никто.